Привет из Японии! С вами Наташа! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я расскажу вам о том, как я познакомилась со своим мужем японцем. Не забывайте подписываться на мой канал и ставьте лайки! Для начала я хотела бы сказать, что это мой второй брак. Опять же, первый муж у меня был тоже японец. И на момент знакомства со вторым мужем я уже жила в Японии. Мой брак уже практически распался, оставались просто некоторые формальности. Я начала задумываться о новых отношениях. Так как формально я еще была в браке, то идти на сайт знакомств мне оказалось каким-то кощунством, что ли. Ну, несерьезно, да? Я зарегистрировалась на одном из японских сайтов. Это был сайт Микси. То есть не был, он существует и сейчас. Я сделала свой профиль и начала участвовать в разных комьюнити, в разных сообществах. Что там по интересам, что мне было интересно. И набрела она сообщество английского языка. То есть я к тому времени уже отлично знала японский, но с английским у меня никак не получалось. Я его учила там разными способами, пыталась сама, нанимала репетиторов. И тут нашла сайт японцев, которые интересуются английским языком. Ну, думаю, возьму, попробую. Может быть, найду англоговорящего японца или японку, с которой можно будет постоянно общаться. Будет практика. Вот. Я вот пошла на этот сайт, а там люди просто пишут о себе, да, я там учу английский. У меня-то или я там сейчас я японец или японка живу в Америке, там в Англии еще где-то. И хочу там общаться на английском. Ну, вот всякие, да, или наоборот там хочу поехать в Америку, в Англию, еще куда-то в англоязычную страну. Ну, и мне нужна практика английского. И увидела фотографию мужа. Он писал о том, что хочет практиковать английский. Мой английский был практически на нуле, но когда я увидела его фотографию, его улыбку, думаю, ну, надо написать этому парню. Терять нечего. Вдруг это, ну, вдруг это мой шанс, что-то мне екнуло внутри, что ли. У него была такая открытая улыбка приятная. И я написала, естественно, по-японски, так как с английским. Мне было очень туго. Думаю, если я сейчас выдавлю три фразы непонятные, ну, он мне не ответит. Я написала по-японски, что живу в Японии, там пытаюсь учить английский язык. Ну, без всякой надежды, что он мне ответит, потому что цель, его цель была учить английский, а моя цель была, чтобы он мне ответил. Вот. В общем, он мне сразу написал. И мы совсем забыли о том, что мы собирались учить английский, практиковать. Мы начали общаться на японском. Прошло некоторое время, буквально там пара дней мы попереписывались. И он сказал, давай, ну, что переписываться. Он такой, вообще, человек дела, не любит долго тянуть резину. Ну, решил, может быть, это, тем более в интернете очень много обмана. Кто-то там посылает мне свои фотографии. Он решил, что надо поговорить, там, давай, ты пользуешься скайпом? Я говорю, да, пользуюсь, давай поговорим. Вот. Когда я увидела его первый раз, мне на тот момент было 37 лет. Я искала, ну, человека своего возраста, может быть, чуть младше или чуть старше. Когда я увидела его первый раз, думаю, господи, что за мальчик? Ну, хотя бы ему 30 лет, но еще терпимо. А если меньше, ну, уже, увы. И первый мой вопрос был в лоб, сколько тебе лет. Когда он сказал, что ему 40, у меня отлегло от сердца. Он, правда, очень молодо выглядит даже для японца. Думаю, слава богу, хоть, ну, более-менее по возрасту подходит. Ну, я боялась, что ему там лет 28-29. Ну, что большая разница в возрасте. Естественно, когда я его увидела, у меня уже там какие-то, ну, подсознательные уже планы на него появились. Вот. Что интересно, когда я с ним первый раз поговорила, я до сих пор вспоминаю этот момент. У меня где-то внутри как выплыла фраза, что я выйду из этого человека замуж. И я сама удивилась, думаю, я еще не порвала отношения, да, которые у меня длятся на тот момент полностью, да, официально. Я вообще не знаю этого человека, с которым только что поговорила. Почему у меня такое какое-то убеждение, вот это подсознательное, как-то, ну, вообще странно. Я еще, ну, почему я запомнила этот момент, потому что я сама удивилась, откуда это. Вот. Мы еще какое-то время пообщались, и потом я уже рассталась со своим мужем первым. И у меня встал вопрос, куда переезжать, искать. Мне нужно было начинать все с нуля, искать жилье, искать работу. Я решила переехать туда, где живет сейчас мой муж тогда, на тот момент, просто мой хороший знакомый, с которым мы очень часто общались по интернету, очень много рассказывали друг другу. Ну, и практически каждый день мы общались, да, вживую, ну, разговаривали по скайпу. Я решила, что если переезжать куда-то, наверное, лучше туда, где живет человек, с которым мне комфортно, с которым мне интересно разговаривать, с которым у нас совпадают интересы. Даже если у нас ничего не получится, почему бы не попробовать. Переехала я в город недалеко от него, ну, чтобы понимать, расстояние где-то на электричке даже 30 минут не было, минут, наверное, 20. Мне повезло, я сразу нашла работу, как-то сразу у меня все устаканилось, и я даже сама не заметила, мне настоящий муж много помог в чем найти жилье, то есть он сходил со мной, как искать жилье иностранцу, это отдельная тема для видео, это долго, нудно, муторно. Он мне помог, он там все разузнал, то есть я сама нашла по интернету, да, компанию, которая помогает в съеме квартиры, ну, это было что-то такое странное, непонятное, и вот настоящий муж, он меня очень хорошо поддержал, сходил со мной, узнал, что за компания, легально, нелегально, все вот эти моменты, которые неочевидны для иностранца, ну, не знаешь, в какую сторону копать, как проверять, когда ты сам с этим никогда не сталкивался. Ну, вот так мы познакомились, стали общаться, так как жили недалеко, ну, вот живем уже в браке, мы прожили уже 5 лет, двое детей, вот такое знакомство. Кстати, интернет-знакомство, этот сайт Микси мне подсказала одна девушка, которая познакомилась, она японка, познакомилась со своим мужем русским, сейчас живет в Москве, и я все время ей очень в душе благодарна, что она меня подвинула в эту сторону, и, ну, как бы, дала хорошие идеи для знакомства на этих сайтах. Получилась такая связка, что я познакомилась с этой девушкой японкой, разговаривала, она мне подсказала этот сайт, я зарегистрировалась и познакомилась со своим настоящим мужем. На сегодня все, если вам понравилось видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и подписывайтесь на уведомления. С вами была Наташа, до новых встреч, пока-пока!